добрый вечер спасибо большое что вы с нами сегодня вечером и особенным образом спасибо отцу александру которые приехали из твери чтобы с нами поделиться о своем творчестве но мы знаем отца александра как пастырь прежде всего мы знаем о его социальной работе но мы его и открываем и знаем тоже как автора и как специалист можно сказать по кельтской культуре но сегодня вечером как вы видите речь будет очень широкая потому что благодаря отцу александру мы будем путешествовать как я понимаю от ирландии до россия до совсем старых от старых времен кельтских монахов до как 19 века и да 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 россии можно сказать поэтому отец александр спасибо за это путешествие и мы сейчас с вами тогда отправляемся в путь спасибо большое джан франсуа за гостеприимное двери открытые покровских ворот очень приятно выступать в этой аудитории впервые в 2016 году мы здесь презентовали одну из книг которые сейчас претерпела переиздание и это кораблик святому брендану мореплавателю и сегодняшний наш вот такой небольшой вечер посвящен трем книгам две из них были изданы благодаря поддержке гражданственной преемственности права жизни достоинства московской организации у нас здесь в гостях ее ее представители руководитель виктор валентинович коган ясный он потом присоединиться ко мне ну так получилось что сама по себе разноплановость того материала которым о котором эти о котором книги о котором мы сегодня будем говорить не мною придумано специально как вот как этот мой знаменитый рассказ любимый о генри это вот дороги которые нас выбирают они таким образом странным были проложены сошлись пересеклись и вот здесь покровских воротах в шестнадцатом году мы впервые презентовали вот эту книгу но тогда ее был совсем микроскопический тираж и но она была выражена выложена в электронном виде теперь теперь она есть бумажном прекрасное издание книга которая справа от меня кельтские уставы изданы издательством герменевтика которые занимаются много лет изданием святых комментарием комментарий святых отцов к священному писанию ну и тоже вот благодаря благодаря гражданской инициативе издана моя повесть художественная повесть которая условно действие которое условно происходит в девятнадцатом веке это очень разные тексты и может быть для того чтобы так сказать наша последовательность или пользуясь вот этой замечательной метафоры жанна франса начать наше плавание я предлагаю сейчас посмотреть один небольшой фильм который сделан мною был это слайд-шоу эти картинки эти фотографии они посвящены первой книге и отчасти второй книге про третью книгу слайдов пока не существует только в самой книжке из картинки а это фотографии которые сделаны мною это все это все оригинальные там нет ничего из интернета нет ничего заимствованного никаких копирайтов я не нарушал эти фотографии сделаны в тех местах которые напрямую связаны с историей кельтской церкви как ну мы может быть сегодня немного поговорим точнее с тем наследием кельтской церкви который на мой взгляд до сегодняшнего дня сохранилась более полном виде в более в таком аутентичном можно так сказать потому что там например из известных кельтских мест аранские острова там почти ничего не осталось какие-то развалины монастырей вокруг дублина тоже в них нечего снимать а вот то что здесь будет представлена тут я не поленился и ну правда все надпись сделал на английском ну я думаю что тут все понимают название монастырей мы просто начнем плавание пройдем дорогами кельтских святых кельтских монахов посмотрим что до нашего времени от этого наследия осталось а потом уже немного поговорим о содержать о содержании книг сегодня презентуемых а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 византийской пышностью они может быть не дали миру и точнее то чтобы они не дали много из того чем владела кельтская церковь просто было уничтожено и сохранились какие-то фрагменты вот эти фрагменты они достойны изучения и исследования потому что глядя на них понимая приближаясь прикасаясь к ним мы видимо прикасаемся к духу христианство максимально приближено к временам ранней церкви когда мы говорим кельтская церковь мы подразумеваем не институционально существовавшую организацию а именно вот такую культурную духовную общность людей проживавших очень сложных условиях климатических но верующих вот у отца александра менее есть очень любопытное рассуждение на мой взгляд он говорит о свете который солнечный свет падающий на горы и гора она как бы опоясана разного рода ледниками там кустарниками какими-то камнями ну вот что бывает на горе этот свет он преломляется по-разному так свет веры христовой в разных народах переломлялся по-разному и в народах народах условно кельтской нации это тоже преломление мы с вами мы с вами видим сами по себе кельтские святые удивительно и историю их вошли в сокровище мировой а географической наследики церкви и западный прежде всего но и восточной церкви для нас для православных может быть еще интересно кельтской церкви тем что вот та те аскетические монашеские практики с которым мы встречаемся исследуя тексты или там житья очень напоминают нам практики восточных монахов и действительно исторически так получилось что так складывалось что кельтская церковь во многом произошла под влиянием аскетов из египта из из сирии бежавших в ирландию во время распространения ислама и это влияние сыграло свою роль ну и плюс ко всему прочему из недр кельтской церкви из недр вот этого наследия вышли замечательные легенды которые тревожили умы средневековых авторов то есть все то что связано с поисками святого грааля все то что связано с королем артуром это все вышло из из кельтского наследия все что потом сделает джон джон ролан роял толкин то что потом отчасти будет можно найти в книгах льюис это тоже все имеет отношение к к наследию кельтской кельтской церкви кельтской культуры кельтской духовности если хотите можно и так сказать когда мы прикасаемся к этому то есть когда мы смотрим на это наследие мы обретаем возможность лучше понять то 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 что нам досталось то чем мы сами владеем вот то есть наше наше христианство она становится нам тоже наверное более понятным вот в общем то об этом книге книга о кораблике брендана посвященную плаванию святого брендана эта книга рассказывающая об одном одном из ключевых текстов средневековья о навигации сент-брендан уставы эта книга где комментируются переведены и комментируются четыре устава кельтской церкви монашеские уставы которые были в монастырях ирландских монастырях эти уставы родились внутри кельтской церкви самостоятельно без влияния святого бенедикта без влияния континентальных каких-то монашеских практик они они тоже уникально и интересны и красивы вообще когда ты идешь за документом то ты открываешь открываешь людей находишь слышишь голоса этих людей и их религиозный опыт имеет имеет большое значение потому что всегда всегда мы все равно возвращаемся к этому к этой проблеме а вот насколько мой собственный духовный опыт правильно идеальный насколько он насколько я могу его вообще сам сам понять отследить его и когда вот перемещаешься географически культурно по эпохам по по островам в таком духовном смысле да то ты находишь некоторые ответы которые внутри собственной традиции они ну в силу разных причин они их не видно или или их не слышно а если можно я бы хотел попросить чтобы виктор валентинович огонь ясный человек который благодаря которому вышел и и кораблики и болеславлив а прислали мы скажем чуть позже присоединился ко мне пожалуйста потому что если вы не вы мы бы еще долго я бы по крайней мере еще долго бы все это в столе держал у нас есть здесь издательство герменевтика сергей снаслович можно попросить несколько слов сказать уже было сказано я представлю издательство герменевтика мы удостоились чести стать издателями книги от александра об уставах кельтской церкви отец александр попросил сказать пару слов а собственно почему нам в голову взбрело издать эту книгу от потрате деньги на меня казалось бы занимаемся немножко другими делами в издательстве я для себя это сформулировал следующим образом ну во первых называемся издательство герменевтика не очень разбирается то герменевтика это искусство толкования первую очередь искусство толкования священных текстов священного писания собственноше издательство это такое издательство одного большого проекта уже много лет выпускаем на готовную серию библейских комментариев отцов церкви первых 1 8 веков 28 томов у нас еще вышло пока 22 или 23 22 то есть мы как бы изучаем и пропагандируем популяризируем отчасти традицию толкования писания который мы считаем собственно не мы считаем а сама церковь считает для себя краеугольной и здесь как бы не надо слишком долго доказывать что действительно писание это фундамент церкви и вот в этой связи как бы тема который отец александр занимает уже занимается на протяжении долгих долгих лет она очень созвучно это почему потому что достаточно собственно обратить внимание на обложку вот этой нашей книги которые мы издали отличительной особенностью кельтской архитектуры строительство является то что у нас как есть два таких основных артефакта один это кельтские кресты которых отец александр может долго рассказывать что это такое где они сохранились и показывать существует очень интересная русская традиция этих крестов или отголосков этих крест крестов на северо-западе россии а второе артефакт это вот как раз криптории места где отец александр сказал монахи переписывали священные писания в общем до сих пор библиотеках одни из самых ценных рукописей представляющих традицию христианского переписывания писания это это кельтские рукописи вот я пытался понять а что собственно объединяет все эти три книги одна из них посвящена истории брендана мореплавателя вторая как я сказал это история кельтских уставов а третья такая повесть об одном дне жизни тверского священника в девятнадцатом веке были славлю его зовут отец василий василий вот я думал что что же ведь все эти книги объединяет я понял что все это это такие как бы фрагменты некой сакральной географии отец александр такой географ своего рода сакральный он рисует нам какой-то свой универсум при помощи этих книг вот но этот универсум очень интересный я бы назвал я бы сделал такое противопоставление мы знаем что есть две картины космоса традиционно птолемейская картина где земля находится в центре вселенной вокруг нее все вращается и потом на смену этой картине пришел коперник который сказал что нет нет на самом деле в центре нашей системы находится солнце и мы вокруг солнца вращаемся и оказалось что эта система более правильная мне кажется отец александр как раз дает нам пример такой как перниковской системы сакральной географии то что центре ее помещается незнакомый нам иерусалим или какие-то древние имперские столицы вроде сно поля москвы и чем мы знаем что сейчас у нас такой момент в церковной истории когда происходит столкновение между этими перскими столицами а вот на самом деле отец александр рисует немножко другое у него в центре вселенной помещается вот это неуловимая какая-то неосязаемая даже во многом кельтская церковь которая тем не менее является таким солнцем своего рода и вообще-то как я сказал один из символов кельтской церкви это крест вписаны в круг солярный символ то есть до некоторой степени отец александр напоминает нас с вами землян которые сидят где-то на каком-то ошметки вселенной какой-то планете по имени земля который который далеко не центра мироздания но тем не менее из этой точки оказывается очень удобно наблюдать самую вселенную которая реально существует и которая определяет всю нашу жизнь а вот собственно говоря поэтому я считаю что саграны до саграна географ до который было я вас не пробил призываю как читатели попытаться понять эту сакральную географию проникнуться ее духом и может быть это как-то изменит и вашу жизнь в том числе спасибо спасибо большое завершить кельтскую тему потому что уже про болеславлива заговорили еще попросить профессора тверского университета доктора наук юрий николаевич варзонина который имеет прямое отношение к созданию именно уставов он взял на себя труд переводчика основной труд переводчика сказать немного слов мы все из одной команды делаем одно и то же дело много лет и я сейчас пытался вспомнить как даже все это чудо началось в нашей жизни и случайно помню что это 97 год потому что в тот момент я должен был в общем уехать деревню это началась моя докторантура вот в это время в моей жизни появилась кельтская тема с доброй подачи отца александра ну и мы увязли жизнь вокруг меня была сыровой а дождь снег грязь болото и 20 километров пешком и вот это сыровость которая стала открываться в текстах а с которыми мы работали она поражала поражала своей удивительной гармонии невзирая на то сегодня это уже тоже звучало что это очень красивыми кроме всего того что мы слышали сегодня хорошо сказанного а я все время пользуюсь моментом и напоминаю о том что европа кельтским монахам обязана еще и тем что до наших рук добрались греческая римская литература это сделано монахами потому что в европе сплошным знаете сплошно как комбайном это уничтожено уничтожено потеряно а вот эти титанические труды этих суровых строгих людей спасли это вообще для человечества наши уставы а это работа которая не слишком давно была у нас долгое время это сложная вещь потому что это документы которые изучались из них трудно вынимать то что собственно ценно и нужно поразили тоже поразили тем ну как же можно настолько сурово и аскетично существовать потому что в уставах это можно вычитать удивиться вот мы много размышляли о том почему так какие-то гипотезы у нас появлялись и разгадки тоже может быть а это очень любопытная вещь наша прежняя извините я так говорю нашему правда всю жизнь это все делаем вместе поэтому прежняя работа она известная а любопытная а это уже исключительно благодаря таланту отца александра они красиво исполнены вот это он замечательно умеет делать язык его несложен легок очень красив обелен чего я напрочь не умею в выборе эпитетов красок метафора а это он делает потрясающе но и здорово что решился это не эксперимент а просто впереди будут я не сомневаюсь и другие работы вот так что желаю успеха всем этим проектом спасибо и река очень большое да действительно я должен поблагодарить тоже не клач потому что он сказать человек для твери и не только в твери и в россии известны как лингвист переводчик и он имеет кстати прямое отношение к работе издательства германефтика перевод переводят святых отцов и редактируют переводы которые были сделаны комментарии имеют святых отцов на священное писание есть такая вот вещь кельтское чудо я для себя определил это когда в твою реальность в реальность твоей жизни врываются события человек которого ты ну в общем то не не ждал что это произойдет и он не просто не просто появляется но вслед за его появлением происходит целый ряд изменений происходит события которые ты тоже не мог предсказать вот так произошло как раз сектор валентин чем коганом ясно мы познакомились здесь два года назад я так понимаю на на презентации первое издание кораблика святого брендана я там читал одно стихотворение сейчас не поленюсь его еще раз прочитаю потому что она имеет отношение к тому что коган ясно сделал за последние три месяца в 1939 году епископом land of a land of это город в эльсе был замечательный человек звали его звали его тимати рис и он написал следующие строки на наши берега забытые во мраке где волны запада имеют свой предел с любовью пастырской ты посылал приливы и знамя крестное спасающие нас а мы наследники святые герои подвиг веры здесь совершали а мы наследники их рвение теперь имен тех славу понесем вот как раз виктор валентинович решил понести славу имя святого брендана и появился летом в твери с предложением переиздать кораблик святом брендану я уж не знаю чем они ему полюбились достаточно непростая на мой взгляд книга но я руководствуюсь каким-то чутьем сказал ему да конечно давайте переиздадим но вот у меня тут еще есть одна книжечка и предложил ему были славлива ну просто почитать ну вдруг вдруг она уже была готова к тому моменту даже сверстну но я не абсолютно не видел что с ней делать дальше где там искать деньги вообще нужна ли она кому-то знаете писательство это такая лучшая школа неуверенности потому что ты пишешь но если ты уж не с не совсем так сказать обу обу я на разного рода тщеславием и графом а графоманством тебе глаза не за разум не за не застилает то ты все время сомневаешься и вот это рукопись попала какого на ясному значит я что могу сказать значит я увидел отца александра вот на этой презентации которая была два года назад мне эта презентация очень понравилась и книга мне не досталось вот потом как водится в таких случаях когда нравится чья-то презентация то стесняешься с человеком вообще познакомиться вот но яков георгиевич и стилец он мне так скромного что можно послать запрос фейсбук там на дружбу я это сделал отец александр мне ответил вот как-то так это было довольно давно потом я увидел что отец александр там по описанию занимается тверским хосписом это меня тоже так сказать ну как-то привлекло надо как-то вот как-то вдруг на вдруг чем-то чем помочь можно там да мы с моим коллегой который машину водит я не вожу поехали в тверь ну вот оказалось что что есть вот тема этих книг а дальше оказалось что есть болеславлив с первых трех страниц мне примерно стало понятно какого это характера и духа произведения хотя по ходу сюжетная линия менял несколько раз удивляла вот совсем не соответствовала моим логическим ожиданиям но ни разу не они ни разу не обманула моего ожидания именно по характеру и духу я за нашей церковной действительностью наблюдаю с детства и давно и лет сорок и застал каких-то людей дореволюционной эпохи хотя очень мало много чего застал и не все время чего-то вот нашей церковной действительности ну вот 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 как колесо катится да вот шестеренка вот что-то там не хватает каких-то зубцов не хватает не хватает систематически не хватает то ли дело вам не было так сказать да значит вот то ли все таки но вот когда есть ощущение что чего-то точно не хватает а это это встречал до когда-то встречал мельком визуально на уровне каких-то таких туманных образов очень пожилых людей встречал где-то вдруг за границей начинает формируется ощущение что это не только вопрос вот собственного какого-то несоответствия но и но и какая-то реальность вот что что-то пропало что что-то пропало что должно было бы быть мне показалось что болеславлив это книга об этом я почти не сомневаюсь что это будет читаться с очень большим вниманием востребованностью и еще найдет так сказать еще потребует каких-то технических действий по по увеличению тиражей и вниманию к себе спасибо большое я очень очень благодарен виктор валентиновичу за то что эти книги эти книги появились я немного хочу рассказать все болеславливы у него это книги и ее уже так стали читать стали комментировать кто-то кто-то находит какие-то интересные там параллели современностью кто-то думает что это сугубо историческая повесть это не историческая повесть или дело вот в чем дело в том что существует история есть источники с помощью которых мы изучаем то или иное события есть то что можно назвать мне моя история вот мне моя история это следующая вещь наверное скажу так это мнение об истории это наше представление о том какой история была и какой истории могла бы быть ну и поэтому поезд болеславлив она не историческая она как будто бы работает с историческим материалом и литературным материалом вообще в ней нет ни одного выдуманного героя то есть все почти нет все фамилии по крайней мере которые вы там прочтете все это реально существовавшие люди и белюстин и и лекторский и она естественно там имена тверского духовенства отчасти отчасти они вымышлены но упоминается там человек по фамилии троицкий который действительно учился учился в шотландии и интерес главного героя к северо-западу он тоже он тоже не случайно потому что с этого в общем то начинается повесть и я отслеживая литературу 19 века находил по крайней мере в некоторых некоторых текстах вот такую тоску по другой святой руси она подспудно она не очень хорошо фиксируется но тем не менее она есть я думаю что вот мы сейчас как раз очень плотно подошли к этому к этому моменту да и болеславлив может быть не проговаривает то что проговаривается например в корабликах разного рода идеи в том числе идею что россию два два таких страшных события которые вергли православия в тяжелый кризис это это 1066 год это когда была завоевана англия войсками вильгельма завоевателя крушение православия в англии спустя сто лет генрих второй стал завоеватель получил буллу от папы адриана получил получив буллу стал завоевателем ирландии вот это крушение северо-запада это одна часть ну и второе это наверное татаро-монгольская ига который то сказать северо-запад сильно сильно добила но была другая святая руси вот в тоске по этой другой святой руси явно не очень явный герои книг герои вот абсолютно разных книг они вот наверное это их объединяет таким невидимым образом еще приславлив есть один один секрет ну можно его открыть потому что может быть он кому-нибудь поможет для личного опыта был такой величайший я думаю философ нашего времени александр мисеевич пятигорский вот и у александр мисеевич пятигорского есть следующие соображения по поводу мышления он я не буду пересказывать там достаточно серьезная философия но 1 1 совсем простое то что лежит на поверхности он он говорит о том что человек может размышлять процесс мышления и в то же время размышляя о чем-то он начинает смотреть и размышлять над тем что он размышляет но проще говоря он фиксирует мысль которым и приходит отражает ее когда пятигорского спросила сколько так может раз быть до бесконечности я фиксирую эту мысль а потом я фиксирую мысль об этой мысли а потом я фиксирую мысль о той мысли козы готовились силу раньше пятигорского что да нет на самом деле вы вовремя сами остановитесь вам достаточно какого-то какого-то вот такого опыта и здесь на самом деле человек вот попробуйте это сделать сами собой попробуйте в течение дня приходит мысль воспоминания какой-то случайная что называется боковая информация вы ее зафиксировали отразили ее и вот картина дня картина дня которая складываться будет из из событий из каких-то впечатлений климатического свойства гастрономического свойства свойства фиксации той или иной мысли которая или того или воспоминания которые вам приходят в голову все это отражается и все это вот в таком глобальном виде до предстает то то что называется здесь истории одного дня история это не события только но там есть и события там есть диалоги там есть какая-то фиксация но есть масса вот таких боковых размышлений то на синоде подумал то он ершова вспомнил то он значит как каков в каком-то разговоре какой-то разговор старый давний воскресил в голове это все не специально мы на самом деле если вот так за заняться собственным сознанием и внимательно посмотреть за собой мы все время возвращаемся к тем или иным мыслям иногда иногда когда у нас есть собеседник мы говорим о а мне тут вот вспомнилось и мы делимся мы просто потому что есть собеседник но это не всегда происходит не всегда и собеседник и не всегда есть желание с кем-то поделиться но это все есть это вот удивительная удивительная вещь человеческий человеческое сознание человеческий мозг а ну вот в наше в нашем случае с такой православной коннотации какие-то его определенные соображения они тоже не случайно поэтому книга книга работает Вот это ещё и так. Хотя, опять же, повторяюсь, нет там вымышленных персонажей, нет там каких-то… нет придуманных историй. Вот что я хочу сказать. Я готов ответить на вопросы, потому что, может быть, это по любому поводу, связанному там с кельтами. О кельтах можно говорить часами, ну и, наверное, что-то связанное с церковной историей. Если я правильно поняла, вы сейчас сказали, что все три книги в какой-то степени объединяет эта подспутная тоска по другой Святой Руси. Вероятно, имеется в виду другая Святая Русь как альтернатива той какой-то концепции, которая в современной идеологии присутствует, если я правильно поняла. А другая она какая? Вот та, по которой тоскуете вы, мы и так далее. Она какая, Святая Русь? Она как-то похожа на кельтский мир. Теперь я понял вопрос. Вы знаете, небольшой такой экскурс в истории сформирования вообще идей кельтской церкви как таковой. Ведь она прекратила свое существование, церковь Ирландии, независимая от Рима, церковь Англии в XI веке. XI-XII век – это последние годы ее существования. И что происходит дальше? Она должна была уйти с арены. Ничего подобного. Она не уходит с арены, потому что проходит совсем немного времени. И те же самые англо-нормандские храмы, монастыри, англосаксонские, простите, а потом нормандские духовные центры – Гластенбери, Кентербери, в Ирландии, в Дублине. Они обращаются к наследию тех самых святых, которых вообще-то хронологически они пришли на их место. Некоторые храмы были просто уничтожены, построены новые. Это наследие становится актуальным. Более того, викинги, поселившиеся в Ирландии, начинают строить свои усадьбы и пытаются вести свои роды. Они же, в общем-то, бродяги с моря. Они пытаются привязать себя к какому-то наследию кельтской церкви в Ирландии. Тоже пройдет еще время, и святая Маргарита Шотландская приедет на Айону и, будучи совсем не кельтского происхождения, даст деньги на возрождение Айонского монастыря, чьи руины мы видели с вами в фильме. Пройдет еще время, наступит реформация, и англиканские священники, англиканские писатели, мыслители духовного свойства, духовных званий, они станут обращаться к наследию кельтской церкви и говорить, что это предтечи реформации, они будут говорить о своей протокельтском наследии. Начнется 18 век, начнется ирландское освободительное движение, впервые идеи, вплоть до 19 века, до кельтских сумерков. Опять будут обращаться к наследию кельтской церкви. Это что-то такое неуловимое. Конечно, в России о кельтской церкви узнают только в конце 19 века, то есть первые там публикации с упоминанием кельтских святых появятся. Но Россия тоже что-то искала. Но она искала, вот у Болеславлева в тексте разговоры про китиш, идут о поисках вот этого затопленного наследия древней церкви, о котором мне не очень, конечно, нравится слово «тоскует душа человека». Может быть, не тоскует, может быть, печалится она как-то, потому что в тоске есть некий надрыв, а здесь такая пушкинская печаль моя светла. Вот это желание прикоснуться к тому миру, обрести и воссоздать его. Я думаю, что католик Толкиен, он прекрасно знал, потому что, например, вот этот элифийский язык считается видоизменённой формой древневалийского языка. Он его сочинял, выдумывал, основываясь на определённых лингвистических данных. То же самое произошло с Льюисом, потому что в Нарнии тоже там много кельтского материала. Всё время возвращаются к этому. Но я уже не говорю о таком великом кельте XX века Уильяме Баттлера-Ейтсе, который сказал, от кельтской свечи мы должны все зажечь свои светильники. А тот же Толкин говорил, что кельтизм, кельтскость – это такой волшебный мешок, в который мы можем положить всё, что угодно, и никогда не будем знать, что из него в определённый момент можно будет достать. Я не знаю, может быть, это тоска по сказке, может быть, это тоска по нереализованной вот этой волшебной реальности. Вообще, основная задача сказки, наверное, одна из основных задач сказки – это показать мир, каким бы он должен был быть, и каким он не стал, и ты отправляешься в поиски этого мира. Вот смотрите, чтобы было понятно, я, наверное, сейчас в двух словах перескажу основную идею плавания святого Бриндана. Человек живёт на земле, человек смертен. Человек, ну, понятно, что он укоренён в традиции христианской, речь идёт о христианской Европе, и он знает, что он знает это из мифопоэтического наследия той страны, в которой он родился, был воспитан, ну, в данном случае, британских островов. Он знает о том, что где-то далеко, там, за краем моря, есть острова святых, острова, где продолжают существование Енох, Илья, взятые Богом живыми на небо. И кроме Еноха и Ильи, там есть святые, которые тоже вот после завершения своей земной жизни оказались не в аду, не в раю, не в таких вот локализациях, привычных для христианского мировоззрения, а на островах блаженных. Конечно, это парафраз из кельтской древней мифологической традиции, но, тем не менее, он был, существовал. И основная идея, которая вдохновляет людей отправляться на поиски вот той самой реальности, она связана с желанием еще в этой жизни стать свидетелем благодати Божией, не какой-то абстрактной, а так, чтобы вот высадиться на берег этой благодати и пройти к источнику, и увидеть, увидеть этот мир еще при жизни. Да, потом ты вернешься, да, потом ты умрешь, но ты уже в этой жизни прикоснулся к сакральному из мира иного. И поэтому ты садишься на корабль, ты отправляешься. Дорога к островам блаженства сопряжена с разного рода искушениями, испытаниями. Тебе на пути встречаются чудовища. Ты останавливаешься на островах, где ты должен преодолеть разного рода собственные слабости, столкнуться с чудесами и божьими, и с искушениями разного рода, связанные с нравственным порядком и прочее. И ты, в конце концов, достигаешь этой земли для того, чтобы убедиться в правдивости писания. Ну, нам может показаться это несколько чересчур, но видите ли, в чем дело. Жители Ирландии и Шотландии и островов, мен, внешних, внутренних гибрид, святых отцов не читали, ну, в том виде, в котором сейчас издательство Герминевтика предлагает нам почитать. Они знали Слово Божие со слов священников. А священники, вот те самые кельтские монахи, они удачным образом контаминировали в своем сознании, в своем творчестве и евангельские, евангельское откровение, и вот это то самое языческое кельтское наследие. Ведь кельтские легенды, вот те, которые мы с вами знаем, они дошли благодаря трудам ирландских монахов и шотландских. Потому что они на полях иллюминированных Евангелий, Псалтирий, все это дело записывали. Ну и в других рукописях тоже записывали, сохраняли. То есть то, что было устным преданием друидического характера, все это было сохранено. И вот та самая книга Book of Kels, книга из Келса, на самом деле это Евангелие, просто огромное, большое Евангелие. И там тоже есть, там нет записи легенд, но там есть вот те самые витиеватые изображения, которые антропоморфные, антропоморфного характера, такого полуволшебного. Мы можем сказать, ну какая связь между Book of Kels и Россией? Да, есть связь. Вот то самое Астромировое Евангелие, возьмите, посмотрите, какие иллюстрации делал автор тех самых списков Астромирового Евангелия. Там тоже много чудесного и удивительного. Наверное, есть такая внутри человека желание, будучи воцерковленным, так, воцерковленным, я имею в виду не институционально, чтобы все это слово хорошее звучало, а являясь членом церкви, тем не менее, совместить свой вот этот церковный, новый отчасти опыт вот с тем глубинным каким-то опытом, который он получил через литературу, через сказки, через истории, через фантастические, чудесные нарративы. И этот опыт, и христианский опыт стал его, вот сейчас я опять вернусь к Болеславлю, все это вот в сознании его, все это перемешивается, все это как-то взаимодействует. И Юрий Николаевич говорил о строгости. Ну, это да, это так, а не строгость, строгость там есть монашеская. Но вот эти тексты, они удивительны, знаете, чем? Когда ты находишься в мире, в замкнутом мире, ну, предположим, более-менее ты представляешь себе мир монастыря, ну, даже априори, так, где-то что-то прочитал, тебе кажется, что вся твоя жизнь, она расписана. Она расписана, что ты должен делать, что ты должен есть, пить, как читать там молитвы и все прочее, прочее. Строго. Ну, вот Бенедиктинский устав, если взять и сравнить с уставом Святого Мачуту, который здесь представлен. Принципиальная разница там есть. Вот в чем. Она заключается. В Уставе Святого Мачуту или в Уставе Святого Майлоруана из Таллахта все перемешано. То есть параграф 71. Ты должен прочитать 150 молитв за такое-то прегрешение. Параграф 72. То есть это все наряду, причем это все было изначально в поэтическом виде. Визитом, да, заучивали это. Параграф 72. Нельзя есть мясо диких животных кабана. Параграф 73. Стрижемся тонзуру, стрижем каждый четверг, первый четверг каждого месяца. То есть твоя жизнь, она не делится на вот такие блоки, которые бы противоречивали друг другу. С одной стороны. Но с другой стороны, если вы возьмете, например, устав Святого Коламбы, то здесь есть разделение, здесь есть указание на то, что должен делать монах, это одна вещь, то, что должен делать епископ, это другая вещь, и потом то, что должен делать князь. Вот это князь, имеется в виду светский человек, да, и все прописано. И в то же время мир, в котором живут эти люди, он восхитительно цельный, и нет противоречий. То есть ты как будто бы ограничен конкретными запретами, но при этом ты не становишься изгоем ни по какому поводу. Сколько мы не смотрели, вот эти тексты не изучали, там нету прописанного прещения в виде изгнания. Потому что слова такие, как анафема, вот Кельская церковь не использовала. Я думаю, что вообще опыт Кельской церкви, если его изучать, если о нем говорить, его в каком-то, мы пробовали по-разному, вот у нас сидит Олег, да, замечательный музыкант, который, композитор, который мне сейчас подарил совершенно новый диск их кельтской музыки. Они проводят День Святого Патрика весной, осенью, да, мы проводим День Святого Патрика весной. И есть и музыкальные группы, есть, которые играют кельтскую музыку, и есть коллективы, которые там танцуют, поют. Сейчас вот шотландские валынки популярность набирают. Конечно, интерес к кельтской тематике, пик интереса был в 90-е годы. Сейчас он немножко сошел, ну, я думаю, что это совершенно объективно, потому что это было тогда, это было какой-то новостью, сейчас к этому люди привыкли. Но если он будет продолжаться, развиваться интерес, и не только на уровне посещения очередного концерта реверн-данса или каких-то там музыкальных групп, но и на таком интеллектуальном уровне, то мы, наверное, что-то новое в своей современной духовной биографии найдем, усложним. Среди священнослужителей русской православной церкви вы такой один? Или каким-то образом на вас вышли вдруг в каких-то других частях внезапно появились тоже люди, на которых вот так обрушилась эта любовь к кельтской церкви? Ну, знаете, есть в Сурожской епархии такой Виктор Лапа, есть отец Филиппс, забыл его, как его правильно зовут, англичанин, который служит в Сурожской епархии. Но, правда, в мире бывают публикации. Ну, вот моих не бывает, а вот их бывает, бывали, по крайней мере. Наверное, всё. Такой я один в этот момент, я должен загадочно сказать. Виктор Антонович Булгаков, вы хотели что-то сказать. Виктор Антонович Булгаков, замечательный публицист, ветеран правозащитного движения, в котором он участвует со своих 15, 16 или 17 лет? С 16 лет. Это была группа молодёжи, которая всерьёз боролась мирными средствами, боролась с советским тоталитарным режимом при Сталине. На этом я останавливаюсь. И, Виктор Антонович, пожалуйста. Во-первых, вот эта книга, я ещё хочу раз к ней прикоснуться, Болеславлев. Я получил её от Виктора Валентиновича ещё, когда она не была издана, с просьбой посмотреть. Ну, я сел и решил посмотреть. Через пять часов я понял, что я не могу оторваться. И у меня время от времени было желание посмотреть. Подождите, это та книга или я классика какого-то незнакомого мне взял в руки? Это необыкновенное впечатление. И тема, и вот то самое разрешение, о котором вы говорили, вот когда человек перебирает то, что случилось за день, вот это, и потом вот это, и потом вот это, и у вас замечательно сделано разрешение этого. Не придётся мне ехать, потому что война. Да, мы всё время живём. Вот это всё, вот это всё, и потом какое-то огромное событие. Вы знаете, я даже не знаю вот аналога. Я просто говорю то, что мне приходило в голову. Я вскакивал, бегал немножко, ещё садился, читал. Я думаю, что всё бы надо было сделать, чтобы эта книга разошлась как можно шире. Вот эти самые мысли, да, такие и такие, и потом, объединение, преломление. И что? И есть какой-то простой выход. Вот причаливает кораблик к берегу, видит он это. Он не должен этого ещё увидеть. Это ещё потом. И это не видно. Я, прошу прощения, приведу пример из совершенно другой области. В Австрии есть лаборатория физика Сайлингера. Он занимался проблемами, которые связаны с удивительным явлением. Когда электроны, проходя через две щели, выходят оттуда даже те, которые не проникли в эту щель. Вот как будто он раздвоился и в две проник. Это явление было долго-долго совершенно необъяснимо. Сайлингер сделал очень простое предположение, которое позволяет эту вещь, это явление, которое породило неопределённость Гейзенберга и всякие другие вещи, интерпретировать в общем очень просто. Есть среда, в которой движется частица. Вот я, частица, я вот движусь в среде. Я не могу, даже если я прошёл мимо, насупившись, не оставить никакого следа. И во мне не могут не оставить какого-то хотя бы следа люди, с которыми я даже мельком где-то столкнулся. И все наши отношения, которые на этом строятся, в конце концов создают толерантное ли, нетолерантное ли взаимодействие, в котором мы не вольны. Как бы мы на это ни откликались. И вот потом появляются вот эти необыкновенные явления святые, которые, то ли рядом с нами, то ли нет, то ли реализуются вдруг в какой-то момент рядом с нами. Это всё мы. И мы сделаны для этого, и хорошие, и плохие. Потому что без противодействия злу невозможно быть хорошим. Значит, должно быть и злу. И вот в этой книге, а я под влиянием этой книги смотрел этот фильм, вот в этой книге это всё есть. И вот то, что здесь, тоже относится к этому. Вы говорите о преемственности. Она гораздо больше, чем вы сейчас рассказали. Я думаю, что вы, наверное, знаете неизмеримо больше, чем то, что сейчас рассказали. Но она реально больше. Она охватывает не только районы к северу от Москвы. Она уходит за Уральские горы. Случилось так. Есть такое явление, так называемые поющие котлы. Совершенно непонятное, непонятное пока и не обследованное явление. Это реальность. Это не сказка, не мираж. Вот медные котлы гигантские, совершенно непонятно, для чего так сделаны, которые в какой-то момент начинают фибрировать и издавать звуки. И обладают совершенно нестандартными свойствами. Я не буду рассказывать, чтобы это совсем не было похоже на сказку. Так вот, мне пришлось, ну надо было об этом писать, и я стал рыться. А где ещё? И когда я искал слова похожие, корни слов похожие, то залез в Ирландию. Потому что есть аналогичные явления. Это всё пронизывает. Мы не можем ещё этого осознать. И вот об этом, мне кажется, в первую очередь в этой книге. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, если мы вот, обсуждение закончено, я ещё раз благодарю Покровские ворота, Жан-Франсуа. Мы гостеприимные. Будем приходить к вам в гости по другим поводам. Спасибо всем. Всего доброго. С наступающим уикендом. Воскресенье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ